Всегда есть гора и всегда есть подножья. Гора без подножья не существует. Как материальный мир не существует без духовного. Кто-то скажет, я псих. Короче, нужно заниматься тем, что у тебя под рукой. Под рукой у тебя всегда тело. Поэтому берем и занимаемся концентрацией на тело. Тебе нужно свое тело начать ощущать. И начать его ощущать, допустим, лучше с рук. Вначале начинаешь ощущать руки. Потом начинаешь ощущать две руки. Потом ощущаешь ноги. Потом голову, уши, нос, макушку. Все, короче. Потом все это включаешь постепенно. Каждая отдельная часть тела тренируешься ощущать постепенно, потихонечку. Потом все это включаешь, и у тебя начинает ощущаться все тело. После этого ты, когда научишься ощущать все тело, ты начинаешь... Ну, отдельно так же начинаешь двигать всеми телами, ну, или части тела. Потом начинаешь подключать все части тела ко всему телу. И начинаешь потихонечку начинать двигаться, ходить. И в этот момент ты все время ощущаешь это тело. Начни с малого. Не торопись. Полностью хорошо ощути пальцы рук. Когда ты ощущаешь, допустим, пальцы рук, кисть, в этот момент ты можешь почувствовать какое-то легкое покалывание, тепло в теле, в пальцах, в руке. И прям ты должен объем ощутить. Объем руки. И этот объем, это и есть осознанные ощущения тела. Могут какие-то процессы начаться. Какое-то покалывание, у кого-то боль какая-то легкая появится. Ну, может быть, не боль, а такое ощущение какое-то такое болезненное, легкое. Вот. Это и есть концентрация. То есть ты концентрируешься на теле. Концентрация бывает разная. Но у тебя всегда под рукой твое тело. Также можно заниматься концентрацией дыхания. Вот. Вдох, выдох. Тоже твое тело всегда под рукой. Но мне кажется, что концентрация на дыхании, она чуть-чуть посложнее. И кому-то она подходит, никому-то не подходит. Но мне кажется, проще удержать ощущения на объеме в теле. Надо пробовать все. То есть, что тебе больше подходит. Ощущение дыхания. То есть, как в руке, например, да? Дыхание как ощущать. Ты берешь, закрыл глаза, еще что-то, и начинаешь ощущать и концентрироваться на том, как проходит твое дыхание. Ты вдыхаешь, полностью контролируешь процесс вдоха. Ну, не то, что ты начинаешь там сам вдох и выдох контролировать. Ты просто, когда происходит вдох, выдох, ты его осознаешь. И видишь, как этот вдох и выдох происходит. Ты его наблюдаешь. И вот так вот постоянно, постепенно все это делаешь. Друзья, рекомендую вам карту Тинькофф Блэк. Офигенный банк, офигенная карта. Очень удобное приложение. Если по промокоду у меня внизу видео пройдешь, то пожизненное, бесплатное обслуживание карты. Для оформления карты к вам приедет человек. Договоритесь, он в любое удобное время приедет. К вам к дому подъедет. И вы прям там оформите карту. Очень удобно. Рекомендую этот банк, потому что сталкивался с блокировкой счетов из-за каких-то маленьких, малюсеньких штрафов в известных банках. Ну и нет проблемы, заводишь вторую карту, допустим. Она может когда-то пригодиться. И, как говорится, не храни все яйца в одном лукошке. Я пользуюсь несколькими банками, но этот мне больше всего нравится. Удобное приложение, вообще суперское. Рекомендую. Это для того, чтобы ты в этот момент находился в концентрации, а не в уме. То есть, чтобы твой момент становился здесь и сейчас. Чтобы ты не в уме находился, когда у тебя мысль гуляет и создает картинки, образы будущего, прошлого и так далее. А в этот момент, когда ты концентрируешься на теле, на дыхании, ты здесь и сейчас. Но ты этого пока не видишь, не осознаешь и не наблюдаешь. Нужно просто делать. Просто делать. Делать, делать, бить в точку, в точку, в точку. И рано или поздно эта точка будет пробита. После концентрации, это основное. После концентрации, если ты ее освоишь, то есть концентрацию в теле. Я несколько лет, больше 10 лет, больше 12 лет концентрацией занимался. Может, больше 15 лет. С 9-го года, короче. Вот, потом, после концентрации, можно это все одновременно, кажется, делать. Осознавать мысли. Пытаться их зафиксировать. Распознать их. Мне показалось, что это сложнее. Некоторые рекомендуют заняться с этим. А я бы сейчас рекомендовал заниматься всем этим одновременно. То есть, осознавать свои мысли. Фиксировать их. Обращать на них внимание. И заниматься концентрацией одновременно. Методик концентрации очень-очень много. Методика концентрации – это просто обман. С помощью тела ты ум останавливаешь. То есть, ум перестает базарить. То есть, он перестает разговаривать. Давать тебе советы и так далее в этот момент. Когда ты сконцентрирован. И когда ты сконцентрирован, ты в этот момент его останавливаешь. Но самое, что интересно, когда ты этот ум научился концентрировать, главное еще распознать, когда он в твоей концентрации начнет еще действовать, вести свою работу. Потому что ум надо постоянно немножко так обманывать разными процессами концентрации. То есть, когда ты уже освоил концентрацию на тело, тебе нужно добавить в эту концентрацию тело. И вот его осознаешь. Вот ты идешь. Я сейчас иду. Я полностью ощущаю все тело. И чтобы ему было тебя не запутать и не подключиться к ему, к уму, к уму, да? Ум это твой, запомни. Это твой инструмент. Ты от него невозможно избавиться. Ты его можешь просто заглушить, не обращать ни у него внимания. То есть, он базарит что-то. Ты потом просто, когда уже натренирован, ты просто не обращаешь на это внимание. Он действует сам по себе. Ты его просто фиксируешь и все, что он есть. А потом в один прекрасный момент настанет тишина. Чего у меня на самом деле постоянно нету. Она такая, как качели. Туда-сюда, туда-сюда. Тишина. бывало моменты такие полные. Бывают полной тишины. Но она все равно такое. Приходит, уходит, проходит, уходит. И когда ты уже научился концентрироваться на тело, концентрируешься на дыхании. Ты к телу подключаешь дыхание. То есть, идешь, на теле концентрировал, включаешь дыхание. Потом, или можно без дыхания, допустим, концентрировался на теле, и раз, вот сейчас кузнечики стрекочат. Концентрируйся на звуке. Одновременно с концентрацией тела. И ты концентрируешься еще на звук. Можешь добавить к звукам или к телу добавить ощущение ветра, ощущение движения воздуха. это все концентрация, концентрация, концентрация. Она нужна всего лишь для того, чтобы ум перестал раздавать тебе советы. Самое, что интересно, люди не знают, да блин, 99% не знают, что ум раздает советы. И они думают, что как там кто у нас там сказал когда я мыслю, я живу. Как раз таки я не живу, а я существую, когда я мыслю. Потому что этот механизм, который должен нам помогать, это как инженерная машина, как калькулятор. Он должен нам решать технические вопросы, технические моменты. А он нас поглощает, и он начинает работать вместо нас, вместо меня, вместо я. Он начинает жить за тебя. Вообще, обманщик, наебальщик, я бы сказал. Вот она концентрация тела. Идешь, спускаешься с горы, осознаешь свое тело, осознаешь, что происходит вокруг. Это самое простое. Будь здесь и сейчас. Концентрация это здесь и сейчас. Данный момент. Вроде бы легко, и на самом деле ни хрена. Кажется легко. Легко, когда ты какой-то процесс уже освоил. Пока ты его не освоил, он для тебя практически недостижим, кажется. Но запомни, что это реально. И это реально происходит. И это реально произойдет с каждым человеком. С каждым абсолютно. Который просто возьмется и займется этим. Поднимет свой сральник, ментальный сральник, да что угодно. Поднимет и начнет двигаться. по пути развития. Понятно. Есть только миг между прошлым и будущим. именно он называется жизнь. Мải сральник, его замес объем